День Движения за здоровье День Движения за здоровье День Движения за здоровье Сохранить здоровье Продлить жизнь и снизить риск Вот ВОЗ считает, что только не инфекционных заболеваний Но россияне считают И многие врачи с ними согласны Что даже инфекционных заболеваний Тоже можно снизить риск И по крайней мере тяжесть переносимости Если вести здоровый образ жизни Ведь здоровый образ жизни обуславливает иммунитет Поэтому, естественно, любые даже инфекционные заболевания Будут протекать более легко И с меньшими, естественно, осложнениями И нетрудоспособностями То есть это очень важный такой Можно сказать Для россиянина Сейчас элемент Фактически даже и формирование Семейного бюджета Потому что многие считают, что здоровый образ жизни И они правильно считают Позволят им, во-первых, сэкономить даже на лекарствах Во-вторых, улучшить трудоспособность Увеличить количество, соответственно, тех проектов Которые они могут вести И улучшить благосостояние семьи И в конечном итоге Вот как понимают россияне здоровый образ жизни А у официальной медицины Такая же тракутовка этого определения? Или все-таки обыватели и медики ЗОЖ понимают по-разному? Официальная медицина считает Что все-таки это тот образ жизни Который помогает снизить риск неинфекционных заболеваний И сохранить здоровье человека То есть путем контроля Именно над поведенческими реакциями Что это такое? Вот есть такое понятие В официальной медицине Аддиктивное или саморазрушающее поведение К этому поведению относят алкоголиков Наркоманов И также пищеголиков То есть лица с нарушенным пищевым поведением Которые приобретают, например, ожирение Которое способно разрушить организм Хуже, чем пандемия Понимаете? То есть с ожирением Человек разрушает несколько своих систем И опорно-двигательную И сердечно-сосудистую И даже репродуктивную Вот вообще считается Что вести здоровый образ жизни И правильно питаться Сейчас очень дорого Это действительно так? И быть так называемым зожником Могут позволить себе только обеспеченные люди? Это абсолютно не так Наоборот, здоровый образ жизни Позволяет сэкономить деньги Именно на препаратах Именно на фактически На стационарах На операциях То есть здоровый образ жизни Помогать сэкономить Просто даже деньги элементарно На никотине На табаке На алкоголе Ну и не дай бог Есть какие-то еще другие зависимости То есть наоборот Вести здоровый образ жизни Вот сейчас россиянину выгодно То есть сейчас люди уже поняли И голосуют рублем практически в магазинах За все зожные продукты За отказываясь от быстрых углеводов Переходя на Скажем Растительные Природные сахара Понимаете Открываются какие-то новые продукты Новые суперфуды Которые абсолютно Не космической стоимости А наши Российские Исконные Которые есть в кухнях Народов Именно населяющих территорию России То есть Люди возвращаются к истокам Потому что здоровый образ жизни Он способствовал выживанию Поколений И формированию Наций И вообще цивилизации Вот такой Которой является Россия Но сейчас много Различных гаджетов Которые позволяют Отслеживать состояние Своего здоровья По-вашему Они стимулируют Вести здоровый образ жизни? Я за гаджеты Потому что Иногда мы забываем Пить воду Например Это очень важный момент Сейчас есть такие Напоминалки Которые регулируют Питьевой режим Ведь вот просто Стакан воды на ночь Это практически Снижение риска Инсульта Или инфаркта Потому что Ночью у нас Именно идет Сгущение крови Когда мы долго не пьем И под утро Обычно приезжают Скорые Которые Увозят Человек с тромбозом Поэтому Вот это все Как бы будет Способствовать Улучшению Как раз Питьевого режима Ведению Здорового образа жизни Плюс вот даже Расчет той же самой Питьевой нормы На человека То есть Теперь все уже знают Что это 30 мл на килограмм Веса для женщины И 35 мл на килограмм Веса для мужчины Также Те же самые Подсчеты Калорийности То есть Это просто Великолепно Когда человек сам Без похода К нутрициологу К диетологу Без Оплачивания Каких-то консультаций Может себе рассчитать КБЖУ Основной обмен И многие другие Константы здоровья То есть Там Человека постоянно В гаджетах Идет такая вот Стимуляция На то Чтобы он ходил Считал шаги То есть Возникает такой Спортивный интерес А Сам себе Ставит человек Какой-то вызов Соревнуется Сам с собой Вчерашним По достижениям И вы знаете Вот сейчас Благодаря вот Такой Цифровизации Каких-то параметров Здоровья Люди Действительно Следят за своим Пульсом Они следят За артериальным давлением Это помогает Сделать гаджеты Гаджеты помогают Успокоить Психику Там есть какие-то Программы По нормализации Даже Психической Нервной деятельности Когда человек В стрессе Он может Смотреть на пятно Или слушать музыку Тоже Благодаря гаджетам Поэтому Сейчас даже Наши ученые Знаете Что сделали По фото Диагностику Кожи Которая может Не просто Поставить диагноз По фотографии И мы кстати Сравнивали В кабинете Вот это Новосибирские ученые Придумали Такую программу Вот С Дерматоскопией Которую мы делаем Вот именно Как процедуру Да Измеряем Вот контакт На все Слойства кожи И практически Там все Сошлось То есть Вообще Технологии Невероятные В последние годы Были приняты Законодательные Инициативы Для поддержания Гражданами здорового Образа жизни Это и налоговый Вычет за фитнес И одно из последних Нововведений Кстати Ограничение оборота Вейпов Все это По вашему Способствует Оздоровлению Нас Россия Конечно Огромное спасибо Нашему государству И как раз Власти Которая действительно Думает о народе Потому что Многие Действительно Пользуются этим Вот например Даже у нас В клинике Просят там Чеки Все налоговые Справки Для обычных Даже за процедуры То есть Которые Сохраняют здоровье И По интегративной Медицине То есть И глукалывание Титология Эндокринология И так далее Анализы Вот именно Благодаря этому Мы теперь Практически Не видим Пациентов Которые приходят На прием Которые вообще Там десятки лет Не сдавали кровь То есть Благодаря тому Что сейчас Можно сдать Там например Не стоять в очереди В поликлинике Да сдать платно Кровь Но потом получить вычет Налоговые люди Идут И Реально Знакомятся Со своими Константами Организма Потому что Если у человека Нормальный гемоглобин Это одно Кровоснабжение Оксигенация Тканей Если у него Пониженный Гемоглобин То ткани Будут просто Испытывать Постоянное Кислородное Голодание А там Где нет Кислорода Там развивается Инфекция И Множится Разные Болезни Поэтому Вот даже Такие простые Параметры Которых Сейчас Россияне Очень хорошо Осведомлены Благодаря Опять же Популяризации Здорового Образа Жизни Такого Культа Здорового Образа Жизни Идет Такая Тенденция На То что Это стало Модно И это Здорово И В моду Входит и Материнство Потому что Это тоже Здоровый Образ жизни И Кормление Грудью И Многие Другие Такие Вещи Которые Раньше Были Ну Так Сказать Не Очень Популярные Спасибо Спасибо Мариат Всем Здоровья Напомню Что В прямом Эфире О Здоровом Образе Жизни Мы Говорили С Экспертом Диетологом Мариат Мухиной